Пасха, друзья, наступила весна, а залив, как мы видим, все еще по-прежнему скован льдом. Но не стоит поддаваться искушению и слишком далеко гулять по нему, да? Лед, как вы видите, уже серый, и несмотря на то, что вот некоторые любители, все равно корюшки, испытывают удачу, все-таки дело уже рисковое. Я походил, погулял, здесь у берега, понятное дело, лед очень и очень толстый, сантиметров под 20, да и там наверняка тоже, но везде промоины, везде вот этот серый, ой, проваливаюсь, везде вот этот серый лед. В общем, рисковая затея, конечно. А мы с моей маленькой собачкой Соней, вот, смотрите, гуляем здесь. Она хочет перебраться на другой берег вот этого, вот этого весеннего ручья. Смотрите, как маленькая собачка Соня, прям вот, она, а у нее аж язык вывелся, она хочет форсировать эту реку обязательно. Вот, что ни говори, она ищет путь. Пойдемте попробуем найти брод. Мы сегодня просто гуляем. Этот веселый, воскресный, пасхальный день мы проводим здесь на природе. Просто гуляем потихонечку. Любуемся вот этими ручейками весенними, дышим носиком, чего и вам желаем. Не сидите дома, гуляйте, друзья. Маленькой собачке Соня здесь очень нравится, господа. Смотрите, собака разрезвилась, не на шутку. За зиму насиделась дома и теперь вот не может успокоиться. Посмотрите, как носится. Если ее отпустить, я думаю, мы лишимся маленькой собачки Сони. Она убежит черт знает куда. Во дворе дома. Ей скучно. Она еле ходит. А посмотрите, как чувствует себя животное здесь, на просторах. Обратите внимание, что считанные часы прошли с того момента, когда закончился Великий пост. А многие любители гриля и поджаренного на костре мяса уже здесь, на природе, уже сидят и жарят шашлычки. Скоро все эти места, понятное дело, каждые выходные будут превращаться просто в какие-то адские столпотворения из машин, людей, дымящихся мангалов. И здесь, на побережье, просто-напросто вот так спокойно с собачкой уже не погуляешь. Смотрите, какие гигантские снежные вот эти переметы, наметы образовались здесь во время... Я даже не знаю, как они образовались. То ли от ветра, то ли все-таки от штормов, то ли от совокупности всех этих факторов. Я не знаю. Лед. Лед гладкий, ровный, без торосов. А вот здесь вот это вот. Очень интересные такие структурированные снежные сугробы. Прямо скалы ледяные. Жаль, что они все покрыты вот этими палочками, да, и песком. Посмотрите, мы просто как будто на другой планете, да. Какой пейзаж завораживающий. Как вы знаете, огромное количество пионерских лагерей, детских оздоровительных каких-то комплексов, домов отдыха было заброшено. И находится и сейчас в весьма плачевном состоянии. И вот здесь нам удалось побывать. Посмотрите, в каком замечательном месте. Чудом на побережье Финского залива чудом сохранившиеся два вот этих факела. Кто не понаслышке, может быть, из наших зрителей или просто из зрителей знает. Это бывший пионерский лагерь Балтиец. Посмотрите. Все, тут разруха полная. Тут сносят сейчас дома, здания все. Территория частная написана. Вход воспрещен. Работают экскаваторы, горы, мусора и демонтированных зданий. Но на пляже по-прежнему стоят два вот этих факела. Понятно, что кто-то выкупил эту территорию. И сейчас, спустя пару лет, мы увидим здесь на побережье опять какой-нибудь коттеджный поселок для толстосумов. Но вот эти отголоски советской эпохи, смотрите, за моей спиной, они являются пока что, до сих пор еще, являются немым напоминанием канувшей в лето большой, сильной, мощной, богатой страны. Ну а сейчас вот, Балтийц, огромный лагерь был, скажу вам честно. А сейчас вот, вот такой упадок запустения, разруха и повсеместный демонтаж. Может быть кто-то из вас, дорогие телезрители, когда-то проводил лето здесь. Забрел какую-то жопу. А мне придется лезть даже через забор, друзья. Благо я такой весь спортсмен и умею это делать, лазить через заборы. Явно жилое здание, видите, вот на втором этаже. Вот здесь вот напротив, напротив этого же самого Балтийца, видите, уже облагоустроенная территория, там находится какая-то база отдыха, все перекрыто. Здесь раньше можно было прямиком проходить, куда хочешь идти. Ни забора, ничего. Ну и раз уж у нас тут получается такая прям-таки прогулка по всему этому краю, по чудной ривьере, северной ривьере, по Зеленогорску, то не могу не отметить, друзья. Полюш, будете здесь гулять? Попройдите по самому Зеленогорску, посмотрите, какая чудная церковь здесь находится. Вот. Посетите ее, зайдите, полюбуйтесь. Это действительно замечательный, замечательный храм. Как и любой город, Зеленогорск, в том числе, не исключение, начинается, конечно, с вокзала и с вокзальной площади. Именно сейчас мы здесь не находимся. Ничего практически не изменилось за какие-то 30 лет. Вот здесь магазин как был, так и есть продукты. Единственное, появились, конечно, какое-то количество ларьков. Вот 211-й автобус, если что, дамчит вас до Черной речки. А мы сходим в этот вокзал и посмотрим, что там внутри. Он действительно здоровский. Смотрите, какой есть большой, светлый, огромные окна стеклянные, да, такие панорамные. Вокзал реально старинный. Я сейчас не берусь утверждать, какого года он постройки. Мрамор, красный мрамор, ой, гранит. Красный гранит, посмотрите, внутри какая красота. Это просто современнейший вокзал, достижение РЖД. На минуточку. Вот оно, строение эпохи СССР. Многие со мной не согласятся, но вот мы были в Гааге на вокзале, в Роттердаме на вокзале. Мне кажется, вот этот вокзал покрасивше, чем в Роттердаме. Стеклянный, железный вокзал. А здесь, смотрите, какая красота. Посмотрите наши видосы, там, где мы гуляем по вокзалу в Гааге. Здесь, смотрите, какой красивый вокзал. Нет слов. Один восторг. Отремонтированный, чистый. Глянцевые мраморные стены. И панорамные окна, какие красивые щели. Сюда охрана у нас. Неудивительно, что после прогулки, конечно, хочется перекусить. И вот здесь, в Зелике, мы нашли такое кафе. Пойдем сейчас его потестим. Так. О, как тут хорошо. Тепло-уютное кафе. Мы можем посидеть на диване. Менюшечка. В ассортименте пицца. По 300 рублей. Пожалуйста. Ну, а что, салатите по 200. Суп. Уха по-фински 350. Горячий суп. И чанаки есть. Пожалуйста. Красота. Готовы? Ну, в принципе-то, наверное, бы и да. Шашлык сделают? Долго? Очень. Почему? Долго? Ну, пока я хочу. Да? Ой, люля. А можно люля тогда мне? Вот уже и булочки подали, друзья. Их в руки нельзя взять. Они только что из печки. Реально горяченые. Вот и супчик подоспел. Лохикейто. Зеленогорского разлива. Буду пробовать, конечно. Горячий. Напоминает? Не лохикейто, конечно. Но вкусный рыбный суп. Мы уже пожалели, что взяли еще шашлык, люля. Но мы же едим-то вот по котике. Сегодня просто в честь праздника решили шахануть. И самое главное, вот этот джибан, этого супа, стоит 350 рублей. Мы были в этих экзальтированных местах на побережье Финского залива, туда, дальше, в сторону Смоличкова. И что я вам скажу? Вот вещь. Это вкусно. Однозначно. И единственное, что я могу сказать. Это не реклама. Это мое личное мнение. Поэтому считайте, это просто обзором этого чудного футца. Ну и вот шашлык ассорти, друзья. Значит, небольшая люляшечка, барашек, свининка и курочка. Это похоже нечеловеческий пахнет. Ну, у меня просто люляшечка вот такая. Начнем с ассорти. И если кто-то, господа, захочет сделать какое-то замечание, что да, здесь может быть недостаточно уютно, да, такие пожухлые растения, заряпанные несколько, поцарапанные столы, туалет слишком бывший. Мы сейчас обсуждаем именно кухню. Кухня здесь мне нравится. И очень достойная люля. Они сочные. Они пахнут огнем. Лично я, друзья, сравниваю вот с этими местами, видовыми ресторанами на берегу Завета. Вот там меня ничем таким не удивили. Текучка, дорогая текучка. И там вот эти все блюда, такое вот там, именно европейского стиля, небольшой кусочек какой-то, и вот соусиками-соусиками, вот все, высокая кухня, понимаете? А здесь еда для того, чтобы поесть. Итак, за двоих два супа, два прекрасных горячих и стаканчик вина 1600 рублей. Много ли это? Смотрите сами. Это всего лишь 22 евро. 22 евро. Что можно съесть в средней руке кафе-ресторане в Европе за 11 евро на человека? Скорее всего, это будет паста. Возможно, это будет пицца, и там может быть два стаканчика пива, и все. Поэтому по ценам, я считаю, здесь тоже весьма и весьма демократично. Кухня, во, обслуживание, во. Местоположение кабака вообще, кстати, прекрасное. Здесь за моей спиной железнодорожный вокзал в Зеленогорск. Вы приехали, сразу сюда прошли. Подчеркиваю, что это не реклама. Я не рекламирую ничего. Просто так, как вы понимаете. А это обзор. И мне это место очень понравилось. Поэтому я могу с чувством выполненного долга смело порекомендовать вам его. Мне будет не стыдно, если мои зрители и подписчики сходят сюда, в кафе-полис в городе Зеленогорске.